Проверю я на секунду, какой он в сексе. А может у него там корнишончик, мне одна девушка сказала. И как мне с этим жить? Слушайте, ну способов, знаете, проверить, какой там у него корнишончик, ну нормальные способы есть. Ну там скажите, может в бассейн вместе сходим. Ну у вас же глаза есть, вы же видите физиологию мужчины. Слушайте, девчонки, наконец-то появился способ, как понять, подходит ли мне мужчина в постели или не подходит, и для этого даже не надо с ним спать. Вы просто привозите мужчину в бассейн, смотрите и понимаете, что в этой резиновой шапке он выглядит, как у шлепан. Все, естественно, какой секс, но после этого никакого секса не будет ни с кем еще недели три. А, нет, не так. По системе Бартона, чтобы понять, насколько хорош мужчина в постели, нужно посмотреть на причинное место мужчины, которое обычно спрятано под трусами, даже более того, под шортами. Потому что очень редкий долбоеб приходит в бассейн в стрингах облегающих, типа Артур Пирожков. Что там под этими шортами, вообще непонятно. Это всегда для нас, для женщин сюрприз. Иногда, к сожалению, киндер сюрприз. Когда покупаешь огромное яйцо, разворачиваешь, а там внутри маленькая-маленькая игрушечка. Я в такие игрушечки не играю, блин. Мы, женщины, не ясновидящие. Мы не видим вашего этого червя через шорты. Мы видим через шорты что-то. И то, сейчас YouTube так работает, я через шорты тоже ни хера ничего не вижу, блин. Там, возможно, чьих-то червей показывают. И даже если я основательно потеку крышей, и проберусь в святую святых, в мужской душ, и подсмотрю, что там за червь у моего молодого человечка, я увижу его червя в спокойном повисшем состоянии, правильно? Ну, если я увижу его червя в рабочем вставшем состоянии среди мужиков в какой-то парилке, то, наверное, мне не надо встречаться с этим мужчиной. Наверное, мне надо искать другого мужчину, потому что мой мужчина сам ищет, ну, мужчину, скорее всего. Опять же, величина члена в спокойном состоянии – это что за информация? Она вообще ничего не гарантирует. То есть мы все прекрасно знаем, те, у кого не было парней, те читали книги, знают, что зачастую маленькие члены при эрекции увеличиваются гораздо больше, чем изначально крупные члены. Это, блин, лотерея! Не обязательно заниматься с мужчиной сексом, чтобы понять, подходит ли он вам в постели. А как это понять? Даже если я точно знаю, что у моего мужчины член, ну, огромный, как понять, что у этого же мужчины нет огромной эректильной дисфункции, что у него член, да, большой, да, встает, но он мягкий, как сквиш. Что мне с этим делать? Снимать стресс вот так, жамкая его в руках, блин? Но Марк Бартон не тупой человек, он не может так сильно ошибаться. Скорее всего, это вырвано опять из контекста все. И в полном контексте это звучит так. Чтобы понять, подходит ли этот мужчина вам в постели, возьмите его в бассейн и там трахните. Вот и все, вот и все. Предохраняйтесь только.